Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 20 июля. Святой благоверный князь Роман Олегович Рязанский. Был из рода князей, которые во время татарского ига прославились как защитники христианской веры и Отечества. Оба его деда умерли за отчизну в битве с Батыем. Воспитанный в любви к святой вере, князь жил в слезах и молитвах. И в своей родине князь всеми силами заботился о разоренных и угнетенных подданных. За счистелых относили и грабежей ханских баскаков, сборщиков подачей. Баскаки возненавидели святого и оклеветали его перед татарским ханом Менгутимуром. Роман Олегович был вызван в Орду, где хан Менгутимур объявил, что он должен выбрать одну из двух или мученическую смерть, или татарскую веру. Благоверный князь отвечал, что христианин не может изменить истинную веру на ложную. За свою твердость в исповедании веры он был подвергнут жестоким истязаниям. Ему отрезали язык, выкололи глаза, обрезали уши и губы, отстекли руки и ноги, содрали с головы кожу и, отрубив голову, насадили ее на копье. Это произошло в 1270 году. Почитание князя-мученика началось сразу же по его смерти. Летопись говорит о святом. Купи себе страсти и царствие небесное и венец, прият от руки Господней сосродником своим великим князем Черниговским Михаилом Севолодовичем, пострадавшим по Христе за православную и христианскую веру. С 1854 года совершается в Рязани крестный ход и молебен в день памяти святого Романа. В 1861 году в Рязани освящается... ...нашему славу во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова